Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня очень важная тема, очень важное видео. Все вы прекрасно знаете о том, что ротаторная манжета это мышцы, внутренние мышцы, которые отличаются от мышц поверхностных, дельт. И непосредственно ротаторная манжета плеча по своей сути является суставом, суставом плечевым. Если не обращать внимания на тренинг этих мышц, ротаторов, маленькие мышцы, они не тренируются при жимах, при обычных наших движениях, при отведениях. Необходимо специализированно прокачивать эти мышцы. Но также необходимо стабилизировать сустав, весь в целом. И необходимо стабилизировать весь плечевой пояс. Что это даст? Во-первых, это убережет вас с гарантией от травм. Потому что самая частая травма и причина боли это повреждение или разрыв ротаторной манжеты плеча. К сожалению, как утверждают медики, ротаторная манжета не восстанавливается. Поэтому сегодняшняя тренировка, специальная тренировка, сегодняшние упражнения абсолютно бесценны. Бесценны. Необходимо их делать хотя бы один раз в неделю. И я вам покажу две разные тренировки на разные вещи. Но все они в целом будут воздействовать и на ротаторную манжету плеча, что будет укреплять плечевой сустав. И на весь комплекс плечевой, что будет стабилизировать лопатку, будет стабилизировать все мышцы, которые участвуют в стабилизации, извините за тавтологию, плечевого сустава. Это, во-первых, усилит ваши жины. Да, не удивляйтесь вы, если вы уперлись в плату, сдвинетесь с мертвой точки. Если у вас еще далеко до мертвой точки, до плата, вы отодвинете это еще дальше. Но самое главное, вы убережете свое здоровье, убережете свой плечевой сустав. Ну что, давайте посмотрим, что это такое и с чем это едят. Что нам понадобится для этого. А понадобится нам всего-навсего вот такое приспособление. При работе на ротаторную манжету плеча никогда не используйте чрезмерное отягощение. А резиновые амортизаторы, жгуты, винты, неважно что, это то, что используется в лечебной физкультуре. То, что используется в реабилитации. Все спортсмены, великие спортсмены и не очень, и из профессионального спорта, и из любительского спорта, если получают травму, используют в реабилитации вот что-то подобное. Мы с вами тоже будем это использовать. Стоит это копейки, но польза от этого просто океаны. Приступим к самим упражнениям. Сначала необходимо выбрать место, где будет достаточно свободно, и где вы сможете закрепить ваш резиновый эспандер, жгут, бинт, неважно что. Выбираем позицию, чтобы была легкая натяжка. И делаем такие движения в сторону. Что важно? Важно, и это действительно сложно, на протяжении всего движения сохранять углы. В локтевом суставе, между предплечьем и плечом, да? Между плечом и корпусом. И при этом не двигать самой рукой, не взад-вперед. Меняя положение, вы по-разному будете воздействовать на мышцы. Стабилизаторы, на ротаторы. Самое главное, повторяю, это удерживать позицию. Выполняйте движения плавно, не спеша. Видите, у меня локоть отходит от корпуса. Это неправильно. Поэтому тоже снимайте себя на видео, следите за тем, чтобы оставалась неподвижным ваша рука во всех суставах. И, естественно, кисть тоже нужно держать неподвижно. Меняя подобным образом положение плеча и предплечья, вы будете по-разному воздействовать на мышцы. Это естественно, это понятно и это очень просто. На самом деле, все, как вы видите, очень и очень просто. Главное, делать это регулярно. Можно выполнять комплекс из таких упражнений 3 или 2 раза в неделю. Как отдельная тренировка, можно это делать дома. Либо это делать перед вашей основной тренировкой. Вы увидите, как быстро изменится ситуация во всех жимах. Также, естественно, это нужно делать на обе руки. Повторяю, нужно стараться удерживать все углы. Здесь, вы видите, у меня тоже рука согнулась в локтевом суставе. Этого не должно быть. Поэтому, друзья, снимайте себя на видео. Не стесняйтесь. Ни в одном зале, если вы снимаете себя, вам никто ничего не скажет. В принципе, не имею права сказать, потому что в любом общественном месте можно снимать. Видите, как сильно сгибается у меня рука. Но это именно та рука, где у меня травмировано плечо. Выполняйте где-то по 10-15 повторений в каждую сторону. Для каждого положения руки. Если вы придумаете, изобретете свое положение руки, то тоже снимите об этом видео. Пришлите его мне на почту и я его выложу на канале. Разные углы нужны нам для того, чтобы по-разному воздействовать на мышцы. Вы увидите, как в жиме лежа преобразится само упражнение, как легче вам будет удерживать вес и сами лопатки, сам плечевой пояс. А также это, конечно же, помогает при болях в плечевом суставе. Особенно, если вы не знаете, почему у вас и из-за чего возникли эти самые боли. Выполняйте, друзья, эти движения. Не забывайте о них. Профилактика всегда лучше лечения. Тоже об этом помните. Самое главное, конечно же, делать все плавно. Не старайтесь сразу сильно нагружать свои мышцы, себя чрезмерным растяжением жгута. Это будет очень сильно влиять на удержание позиции. А как вы уже поняли, я не раз вам говорил, что самое главное здесь удерживать углы, удерживать позицию руки в одном положении. Это такая своеобразная статическая нагрузка на мышцы-ротаторы, на мелкие мышцы, которые по сути и представляют плечевой сустав, если кто не знал. Друзья, обязательно делитесь данным роликом в своих соцсетях. Пусть все, кто двигается с нами в одном направлении по железному пути, знают, как избежать травм, как лучше и грамотнее тренироваться и кто как не мы должны помогать друг другу. Если вам нравится видео, обязательно ставьте лайк, делитесь им в своих соцсетях, рассказывайте своим друзьям по качалке и обязательно делайте эти упражнения. Обязательно покажите эти упражнения не только своим друзьям, подругам, родителям. Видите, у меня рука устает и локоть сгибается. Этого не должно быть. Работайте над этим, друзья. И обязательно, когда сделаете данные движения 2-3-4 недели, отпишитесь мне, как изменилась ситуация у вас в жиме лёжа. Легче ли вам удерживать вес на штанге, легче ли вам сжать. А если вы всё грамотно будете делать, то это так и будет. И боли у многих уйдут из плечевого сустава. Мне стало гораздо легче после того, как я начал делать эти упражнения. Так что меняйте углы, придумывайте свои, будет всем нам счастье и здоровье. Самое главное. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось данное видео. Обязательно ставьте лайк, поделитесь в соцсетях с друзьями. Все мы с вами двигаемся по одному пути и являемся братьями по железному движению. Должны помогать друг другу. А, к сожалению, я нигде никогда не встречал подобной информации. За всю свою более чем 25-летнюю практику. Поэтому я делюсь с вами своими знаниями абсолютно бесплатно. Поставьте лайк. Это лучшая благодарность каналу. Если вам вдруг по какой-то невероятной, не знаю даже слова, вот реально не подберу, что-то не понравилось, ставьте дизлайк. Но обязательно напишите причину. Потому что мы, адекватные люди, смотря на то количество дизлайков, 4, там иногда 7 их, удивляемся, что вам не понравилось. Но чтобы мы вас понимали, обязательно напишите причину, почему вам не понравилось. Мы уважаем мнение любого из вас. Не забывайте, что вы можете вступить в мою закрытую группу абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно всего-навсего снять видеоролик. Единственное, видео должно быть не вертикальное. И рассказать в этом ролике о своем тренинге. Лучше всего, если это будет тестовая тренировка. Ее вы можете найти в моих статьях и видеороликах. Расскажите о себе, расскажите о своем варианте тренинга. Расскажите о том, как вы пришли к тому, как вы сейчас тренируетесь. Питаетесь, отдыхаете, восстанавливаетесь. Сделайте это интересно. Пришлите мне на почту, я обязательно выложу этот ролик у себя на канале. И вы получите абсолютно бесплатно доступ в мою закрытую группу. Где уже 173 человека получают пользу, тренируясь по программам периодизации. Основанным на различном типе мышечных волокон. И ты можешь сэкономить как минимум 250 долларов. Потому что вступление в эту закрытую группу на данный момент стоит именно столько. Но это еще не все. Если твое видео наберет больше всего лайков и комментариев, ты получишь супер приз. Год бесплатного онлайн тренинга персонально со мной. По питанию и по тренировкам. И по всему, что с этим связано. Не пропустите мою новую книгу, которая целиком и полностью посвящена женскому тренингу. И как Библия необходима для всех тех, кто взял на себя смелость и ответственность тренировать других людей. Друзья, всегда ваш. Увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Это была первая тренировка из данного цикла. Не пропустите вторую. Продолжение следует...